Не давай ему красть раунды Профессионалы там специально, они за 15 секунд по столу отмечали молоточком Сигнал дают Молотком, по-моему, за 10 дают, но дело в том, что там у каждого боксера есть секундант, который дает ему сигнал показывать, сколько времени осталось Опять зажал Грин руку Тайсона А что ему остается делать? Или держать на дистанции надо? Он его держать не может тоже Видишь, Тайсон просто входит в дистанцию, ближний бой Да, вот Тилис, помнишь, он его все-таки умудрялся останавливать, вот Тайсон сокращал дистанцию, но он уже измотанный был и уже атака не получалась А Грина, по-моему, просто сил не хватает Ему бы веса поднабрать, может быть, мне так кажется А какой вес, Грина? Не, он вес очень хороший, Грина, ему надо мышцы, может быть, массы Я имею в виду тоже не пузо набрать, да, я имею в виду мышечную массу Мышечную массу набрать, да? Он уже сейчас сколько ему? 28 лет? 29 29 лет, ну это уже, это было раньше набирается Ну, он просто тонковат, кажется, он всего 102 или 103 килограмма Мышечный, у него такой рельеф-то хороший Ну, может быть, костенковат, а это, конечно, уже не дорастишь Не, ну, это ясно Хорошо, как Так Отскать его Ну, опять так, что движение, как и склеевские, это передвижение, ничего не делать Грина Да Ничего не помогает ему Хорошо, как обработан Если сравнивать бой с Тайсоном Грина и бой с Тайсоном Джеймса Тиллиса, то сравнение бой, конечно, в пользу Тиллиса, потому что мне не показалось, что Грин выиграл хоть один раунд Ну, он как-то вообще более опасен Ну, я очки не подсчитываю, но я охота, Филлиса лучше там был выиграл А, все, раунд закончился неожиданно для всех Насколько я вот вижу, Митч Грин, он выживает, да? Тиллис дрался, Джеймс Тиллис дрался, Тиллис хотел выиграть Да, он все раунды он работал, он все раунды атаковал и пропускал удары, но все равно он... Он работал, да, да, он работал А Грин, он все-таки так, типа как стесняется выполнять работу И сейчас, по-моему, больше думает о защите Да, он просто пришел, вот, опять раз и зажал А он хочет уцелеть Вполне понятное чувство, да Никто из нас, кто сидит по эту сторону ринга, попрекать не вправе, но... О, побивает какие-то там удары Ну, они, по-моему, несколько самотошные И сил... Ну, он не вкладывается Он уже не хочет выпустить к себе, понимаешь же Поэтому он наносит удары, они не то что самотошные Они... Они идут в цель, все Он не хочет его подпустить, но, видишь, он все-таки подустал Подустал уже, и... Что-то немножко переступают Как вам Да, так как... Как лошадка такая Ну, держит, держит еще Ну, вот, тем телезрителям, которые, вот, предполагают... Вот, снизу Снизу, попер-кот Да Голову был хорошей Предполагают, что все бои В молодости Тайсон заканчивал эффектным нокаутом Я бы... Посоветовал обратить особое внимание на этот поединок Просто, когда человек превращается в легенду Эээ... Некоторые... Некоторые... Эээ... 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 Ээээ... Ну, терпеливый парень очень... Эээ... Эээ... Ээ... Мне так кажется, что... Держит он хорошо... Так, затянувшийся клинч, затянувшиеся объятия. Зрители, конечно, недовольны. Да, зрители недовольны. Они на Тайсона ходили не за этим. Не, ну тут дело еще в том, что Гринджи держат его тоже. Клинчуют его. Какого-то полу-полу снизу, полу сбоку. Ну попал, по корпусу. Не, не знаю. Явно судьи пленой. Недоволен Тайсона? Да нет, конечно. Но он не дает работать, не дает ему пробить. Конечно, он недоволен. И долго еще длится все это время. Понимаешь, идут раунд за раундом. Ну, все, скажем, раундом тяжелее-тяжелее попасть и напаутировать. Да, он, конечно, выигрывает. Никаких сомнений в этом нет. Но красивого боя, такого эффектного, который нравится зрителям, не получается. Конечно. И так как это был второй такой бой подряд, вот, в котором у Тайсона, что называется, не складывалось. После джеба бей комбинацию, бей серию. Но он это, по-моему, делать не собирается. Не за тем он сюда пришел. И опять-таки мы его за это осуждать не будем. Ну, снова все продолжается, как-то было. Ничего нового, так как сейчас... Да, бой пошел по такой довольно монотонной схеме. Брюн, например, не рассчитывал. Надо, говорит, драться. Вы не беретесь, вы не толкаетесь. Да один, у одного не получается, а другой просто не хочет. Ну, конечно, зачем? Он же не хочет быть дурачком. Он вот четко просто рассчитывает на то, чтобы как-то закончить бой на ногах, да. Без лишних обострений. Ну, вижу, все в час-восемь пытается что-то пробить. Ну, молодец, Грин Томич. Ну, заставляет промахивать справа. И слева, точнее, слева. И, знаете, придерживается какой? Он придерживает сразу и бьет. И бьет. Смотри, вот когда по Тайсону попадают, он сразу вспоминает вот этот маятник, защиту ку-ку. Он сразу вспоминает, так вот, когда он у нас хорошо все складывается, да, или как-то пассивно, он просто давит. А вот стоит по нему попасть, он вспоминает то, чему его учили. Хотел, хотел просто одним ударом решить все, Тайсон. Промахнулся. Судно, от какой раунд идет-то? Ой, я что-то сбился. Седьмой или восьмой? Ну, че, чуть-чуть хорошо, ничего, оба. Нельзя сказать, чтобы они очень устали. Да, но вот, тем не менее, мне кажется, что... Ох, как хорошо, как хорошо, да. О, я только снизу, снизу, снизу. Снова промахнулся. Ну, грим, терпеливый, судя по всему, парень. Да, это... Не, хорошие удары, конечно, наносит Майкл, но... Ну, сейчас он не апперкот стал, просто. Чисто, чисто никак не попадет. Боюсь, господи. Смотри, господи. Все-таки он как-то вот идет вперед немножко, ну, без идеи, что называется. Без идеи, без удара. Ты мне, что он неактивно защищается, пусть от удара. Ну, да, он просто не... Ну, он идет, у него... Он сначала, сыграть, помнишь, как он раньше врывался в боках, да? Да, не, ну, да. Он контратаковался. Да, а сейчас... Реагировал на атаку и контратакой, контратакой своей избивал человека. Ну, я веду боксера. А он сейчас как слон, просто, идет вперед. Это у них ласки такие? Да, что-то такое. Я вам подкалываю, что-то за тайс. Да, да, да. Крут желает его левым боковым. Уздваивает удары, действует левым боковым. Понимаешь, вот, все время по одной и той же схеме, да? Одни и те же элементы повторяются. Зажимают руку, тайсель бьет... Головой. Да, головой бьет по почке. Нет, головой это все... Головой сейчас, да, нет. А он там, помнишь, вот только все время он бьет справа, вот. Да, ну да, он все время бьет по почке. По спине, да. А что ему остается делать? Вот так руку твою зажимают? Вырывать. Может, еще не... А вырывать, аж должен терять силы. Да. Агрессивно помахал руками, но атаковать не стал. Нет, он атаковать, я думаю, особо и не будет. Но для того он сюда пришел. Не, ну, я даже понимаю, что тоже еще зависит от сценария, который, где можно сейчас в 10-м раунде взорвется. Это же может быть такое, может быть. Это бокс. Знаешь, мне кажется, что у него нет сил уже на взрыв у мячи Грина. Он измотался. Посмотрим. Посмотрим, да. Формула тоже казалось, что у Кавченко клея нет уже сил, когда мы его били. В 8-м раунде все заканчивается. В 8-м раунде все заканчивается. Насколько успел. И уже удар не так страшен. Вот-вот, джеб, вот. Но, может быть, достаточно быстро литшкрин для того, чтобы пользоваться вот этой тактикой ударил и убеги, да? Ударить успевает, а убежать нет. Не, ну, он успевает и убежает. Вот, он делает это самое, он... Не дышал, не дышал еще ни вот этот джеб, он скоростной, в общем-то. Видимо, да. Ну, опять, зажал голову. Вот совершенно, да, вот уже в который раз мы видим повторение. Дело в том, дело в том, что он уже все грилом надоело. Да. Тайцеву нет, видишь.